Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона Айдар, присоединяется к нашему эфиру. Евгений, рады приветствовать. Слава Украине! Героям слава! Доброе утро! Евгений, скажите, вот почему затормозилось наступление на Покровск, хотя там, судя по сводкам, достаточно интенсивно идут бои, и что изменится с раскладом сил на поле боя после того, как вооруженные силы Украины отошли из Углидара? Ну, эти события напрямую между собой связаны. Дело в том, что у русской армии, при всей ее нынешней достаточно высокой численности, все-таки не хватает сил на мощное, скажем так, наступление больше, чем на одном направлении. Длительное время основным направлением выступала Покровская, последних, собственно, несколько месяцев. Вот, с нашей стороны туда были переброшены определенные резервы, выстроена новая линия обороны после того, как длительное время россиян там продвигались, и под Покровском они, можно сказать, застряли. Вот, и тогда, ну, надо отдать должное русскому командованию, они приняли решение, так сказать, сместить акцент, они временно ослабили свое давление на Покровском направлении, не прекратили, но все-таки с главного направления временно сделали его второстепенным, и переключили основное свое давление на Углидар. Ну и давайте будем говорить честно, оказалось, что мы к этому были недостаточно готовы. То есть Углидар пришлось оставить, это абсолютно не катастрофа, это не обвал фронта, не что подобное, но, прямо скажем, это очень неприятно. Вот, нам пришлось оставить Углидар, и теперь, скорее всего, нам следует ожидать возвращения освободившихся у россиян сил, потому что развивать наступление дальше за Углидар, ну, тут стоит посмотреть внимательно на карту, на том направлении у них особых перспектив больше нет. Вот Углидар они взяли, а дальше, якобы, в такой абстрактной теории, там дальше можно идти чуть ли не на Запорожье и чуть ли не на Днепр, а в реальной практике дальше за Углидаром открываются довольно большие оперативные пространства, которые им пройти будет крайне сложно. То есть там, ну, нет у них сейчас таких сил, чтобы одним рывком выходить куда-нибудь там на Запорожье и Днепр. Это, ну, думаю, это даже не надо доказывать, это, скажем, для всех достаточно очевидно. Например, на продвижение на Покровском направлении в 20 километров у них ушло примерно полгода. И вот такой, в принципе, сейчас темп наступлений в этой войне. А там дальше за Углидаром им нужен либо большой прорыв, который практически невозможен, тем более большие прорывы делаются сейчас, делаются всегда бронетанковыми колоннами, а бронетанковые колонны на нынешнем этапе этой войны, в принципе, не выживают. Это как бы, вот, они моментально просто становятся добычей для роя дронов, и на этом все оканчивается. Поэтому вот Углидар они взяли, могут отчитаться Владимиру Владимировичу о великой победе, но дальше на том направлении у них очень мало перспектив что-то развивать. Соответственно, они вернутся на Покровск, вот, и, ну, скорее всего, все-таки сейчас промежуточная цель для них на ближайшее время, это Торецк. Вот, Торецк, где они уже зашли в город, соответственно, какая обычно логика у русского командования? Если в город уже зашли, значит, нужно объявить, что город взят. А вот между в город зашли и город взят проходит обычно очень сложная фаза уличных городских боев. И вот она может тянуться иногда месяцами, как мы помним, по Солидару, как мы помним, по Бахмуту, как мы помним, по Авдеетке. Все эти города русские в итоге взяли, но за каждый город это было от 4 до 9 месяцев именно уличных боев. Вот сейчас, по сути, решается, как долго мы решим оборонять Торецк уже именно в ходе уличных боев. И, ну, скажем, моя личная ставка, что будет принято решение оттуда не отходить, а наоборот именно устроить вот жесткие уличные бои, именно борьбу за каждый квартал, вот так, как это было в Бахмуте, так, как это было в Солидаре. Это крайне тяжело для наших защитников и защитниц. Вот эти уличные близкие контактные бои, это, ну, честно вам скажу, это очень страшное. Но в то же время стратегически это нам выгодно. Стратегически мы в таких уличных боях обычно уничтожаем настолько большое количество оккупантов, что после взятия очередного города дальше идет большая длинная пауза, потому что им просто нужно восстановить эти громадные потери. Напомню, что Бахмут им стоил 100 тысяч общих потерь, из них 40 тысяч только убитыми. Маленькая Авдеевка с довоенным населением 16 тысяч, им стоило 20 тысяч только убитыми. Вот, и каждый раз после этого даже России приходилось именно по новой собирать силы. А, в общем-то, возможности собирать силы, они постепенно уменьшаются. Вот сейчас уже не 22-й год, когда можно было легко набрать именно вот большую Орду. Вот с пополнением Орды чем дальше, тем больше проблемы. Мы это можем видеть и по динамике выплат. Вот насколько приходится именно, насколько удорожала жизнь СВОшника за прошедшее время. Можем видеть по географии этих выплат, потому как акцент смещается с разных там условных бурятий. И уже дошли до Москвы Белокаменной, чего очень долго старались избегать. Вот поэтому, скорее всего, мы будем пытаться сейчас навязывать именно формат вот таких уличных боев, которые несут противнику максимальные потери. Вот в условиях, когда эти потери уже не такие пополнимые, как год назад. Вот, Евгений, касательно пополнения, очень интересное сейчас тоже ваше мнение касательно возможных помощи от КНДР. КНДР может направить своих солдат на войну против Украины по просьбе России. И такая возможность очень вероятна. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хэн. И в обращении к законодателям на парламентских слушаниях он напомнил, что Россия и Северная Корея подписали договор, подобный военному союзу. Военные КНДР уже были замечены на временно оккупированных территориях Украины. Они пребывали там в качестве так называемых советников и инженеров, которые осуществляют надзор за использованием пхеньянского оружия. На днях в результате удара в СУ были ликвидированы шесть северокорейских офицеров, сообщили аналитики Дефенс Экспресс. По их данным, для присоединения боевым действиям далеко от своих границ обычно формируется так называемый экспедиционный корпус из наиболее подготовленных и боеспособных подразделений. В случае КНДР это воздушно-десантные бригады и разведывательные батальоны. Вот касательно такой помощи. Насколько она вероятна? В каких количествах возможна такая военная помощь со стороны КНДР в живой силе? Слаживание какое-то необходимое? И вообще, в принципе, в каком скором времени это возможно? Ну, начнутся слаживания. Слаживание необходимо, это если людей жалеть и беречь. Вот если людей просто гнать волнами, как пушечное мясо, ну, слаживание, в общем-то, не настолько необходимо. Вот мы видели, что русские умеют так воевать даже своими солдатами, а тут не надо ходить к гадалке, тут вполне понятно, что если сюда приедет мясо от товарища Ина, то его не будут жалеть даже настолько, насколько жалеет Россия. То есть это вообще будет просто расходный материал. И, честно говоря, ну, конечно, перспектива в этом плане крайне неприятная, потому что, насколько бы ни оказался этот расходный материал небоеспособным, а, скорее всего, он будет абсолютно неподготовлен к такой войне, то просто его количество может стать серьезным фактором. То есть если товарищ Ина условно пришлет сюда миллион своих бойцов, то даже если это будут сверхплохие бойцы, то миллион это все равно миллион. А, в общем-то, в Корее, как мы увидели по истории со снарядами, оно вот так и получается. Корейские снаряды оказались очень плохими. И они там, там реально трудно найти два одинаковых снаряда, при том, что они как бы из одной партии, но они сделаны настолько криворуко, что там чуть ли не каждый четвертый вообще не взрывается. Многие, наоборот, взрываются в стволах. Да, но зато Корея при этом поставляет этих плохих снарядов России. Если я не ошибаюсь, по последним данным, уже цифра вышла на три миллиона. В то время как хорошие, действительно качественные натовские снаряды к нам едут несравнимо меньшим темпом, на миллион в год наши европейские союзники так до сих пор еще не смогли выйти. Вот я думаю, что с солдатами может быть такая же история. Они будут просто, ну, говоря так, омерзительного качества. Но зато количество, если уже будет принято решение, что, в принципе, Корея фактически вступает в войну, то количество их может быть очень значимым. Но это будет вообще, это будет менять все. Дело в том, что прямое вступление Корейской армии в войну, это вообще другой формат этого конфликта. И это, естественно, вызовет и совершенно другую реакцию Запада. Вот Запад пока стремится сделать все, чтобы эта война не стала мировой. Запад стремится сделать все, чтобы эта война все-таки осталась локализованной вот здесь, в регионе. И мы, честно говоря, очень сильно страдаем именно от этой умеренной политики наших союзников. Вот это их попытки избежать эскалации, они нам крайне дорого стоят на самом деле. А вот если вдруг сюда приезжает полмиллиона или миллион корейских солдат, это означает, что вся политика не эскалации вообще не сработала от слова совсем. Даже сработала наоборот. И это точно не смогут не признать ни в Белом доме, ни в Берлине, нигде. И, соответственно, вот если Корея напрямую вступает в войну, то и Западу придется абсолютно пересмотреть тот масштаб помощи, который нам предоставляется, и вообще свою роль в этом конфликте. Абсолютно пересмотреть. Тогда, я думаю, мы с вами будем говорить не о том конкретно, как себя покажут на фронте корейские солдаты, а о том, как вообще меняется все это. Как раз вопрос о дальнобойности будет стоять очень даже актуально. Евгений, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона Айдар, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.